Держинский территориальный центр социального обслуживания населения прошла презентация и торжественная церемония подписания информационной стратегии по активному долголетию. На 2023-2025 годы. Надзор за исполнением законодательства в сфере экономики – одно из важнейших направлений прокурорской деятельности. В Баргу стартовала неделя молодежи и студенчества. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Комитет госконтроля открывает короткий номер 191. Позвонив, можно сообщить о проблемах, связанных с ремонтом и содержанием улиц, проездов, тротуаров в населенных пунктах. О некачественно выполненных работах по ремонту уличной сети. О случаях безхозяйственности, связанных с обслуживанием улиц, а также фактах нарушения законодательства. По короткому номеру 191 можно звонить с 20 по 22 июня с 9 утра до 6 вечера. Получен информацию из УЧА специалисты контрольного ведомства. В Держинском территориальном центре социального обслуживания населения прошла презентация и торжественная церемония подписания информационной стратегии по активному долголетию на 2023-2025 годы. Документ разработан Фондом ООН в области народонаселения ЮНФПА в Республике Беларусь совместно с Министерством труда и социальной защиты. В обсуждении информационной стратегии приняли участие представители общественных объединений, идеологического актива, социальной сферы, средства массовой информации, а также граждане пожилого возраста, которые ведут активный образ жизни. На встречу прибыла делегация Барановического района. К слову, социальный центр Держинска выбран не случайно. В Минской области это яркий современный пример качественной социальной поддержки населения. Создание позитивного имиджа людей старшего поколения в Держинском территориальном центре социального обслуживания населения прошла презентация и торжественная церемония подписания информационной стратегии по активному долголетию на 2023-2025 годы. Документ разработан Министерством труда и соцзащиты совместно с фондом ООН в области народа населения. В семинаре приняли участие представители общественных объединений, идеологического актива, социальной сферы, СМИ, а также граждане элегантного возраста, которые ведут активный образ жизни. В обсуждении ИЭС приняла участие делегация Барановичского района. Если раньше мы начинали работу своего территориального центра с пожилыми, как с потребителями социальных услуг, то в последнее время, особенно с принятием концепции национальной об активном долголетии 2030, вся работа структурирована, систематизирована. И то, что сейчас, вот еще информационной составляющей придается такое значимое внимание, это даст нам действительно возможность совместно, все вместе, показать, что наши пожилые, наши люди элегантного возраста, старшего поколения, это не только потребители социальных услуг, но это активные участники жизни общества. Проект рассчитан на два года и включает ряд мероприятий, от проведения рекламных кампаний до обучения журналистов и работников социальной сферы. Документы направлены на учет потребностей пожилых граждан в различных сферах жизнедеятельности. По словам заместителя министра труда и социальной защиты Марины Артеменко, сегодня пожилые становятся наиболее быстро растущим сегментом населения нашей страны. Это уже 16% в общей численности населения. К 2030 году по демографическому прогнозу данный показатель приблизится к 20%, а это каждый пятый человек. Поэтому нужно создать условия для социальной включенности населения старшего возраста. Эти вопросы важно учитывать в выстраивании государственной политики. Цель информационной стратегии, которую мы сегодня презентуем, у нее, наверное, две такие важные цели. Первое – это создание информационного поля в интересах самих пожилых людей, потому что сегодня со стороны людей старшего возраста есть запрос на продвижение и мотивацию активной позиции, на предложение активного досуга, на предложение дополнительных форм образования, занятости и так далее, а не только пассивный отдых. А второе – это, конечно, важно очень изменять информационное поле по восприятию пожилых людей в обществе и говорить о том, создавать позитивный образ старения. К слову, из двух миллионов белорусов пенсионного возраста более 400 тысяч заняты в экономике. Минимум 40% готовы стать волонтерами. Среди пожилых граждан востребованы программы дополнительного образования «Школа активного долголетия». Они принимают участие в социальных проектах обучения молодежи, гражданско-патриотическом воспитании, занимаются наставничеством, поэтому так важно, чтобы потенциал каждого человека любого возраста был реализован. Средства массовой информации и те заказчики материалов, которыми являются специалисты из полкома, в центрах социального обслуживания населения, важно, чтобы они понимали, каким образом писать о людях старшего возраста, что важно для людей старшего возраста, о чем нужно говорить для того, чтобы люди могли реализовать себя в любых сферах жизни, и в образовании, и в трудоустройстве, и в монетизации своих хобби, например, и в целом в социально-экономической жизни страны. Как подчеркнула Ольга Трощенко, опыт Беларуси в создании информационной стратегии по активному долголетию уникален. Подобных практик в регионе стран Восточной Европы не существует. Данный документ разрабатывался около двух лет с вовлечением в процесс людей элегантного возраста и сотрудников территориальных центров. Отмечу, в этот день также была представлена дорожная карта по реализации ЕС-65+, которая включает в себя такие мероприятия, как информационные компании, организация летней школы социального пиара для журналистов и специалистов социальной сферы, разработка специальных факультативов для студентов факультетов журналистики БГУ и БГПУ. В рамках дорожной карты был дан старт республиканскому конкурсу «Активное долголетие людей 65+,» среди работников ТЦСОН. На первом этапе им предстоит предложить что-то новое и увлекательное для пожилых и рассказать об этом в СМИ или соцсетях. На территории города Барановича и Барановического района за пять месяцев 2023 года зарегистрировано 16 случаев заболевания болезнью лайма. За аналогичный период прошлого – 10. Один случай клещевого энцефалита. Отправляясь в лес, на дачу следует надевать одежду и обувь, максимально защищающую тело от проникновения клещей. Пользоваться репеллентами и проводить самые взаимоосмотры через каждые два часа и сразу после выхода из леса с целью обнаружения и стряхивания с одеждой любых ползающих насекомых и клещей. На дачных участках регулярно проводить вырубку ненужных кустарников и скашивание травы, не создавать свалок бытового и растительного мусора, вести борьбу с мышевидными грызунами. Если вы обнаружили присосавшегося клеща, надо как можно скорее удалить его. Лучше сделать это в медучреждении. Надзор за исполнением законодательства о сфере экономики традиционно одно из важнейших направлений прокурорской деятельности. Особое внимание уделяется вопросам соблюдения законодательства при взыскании просроченной дебиторской задолженности, в том числе внешней, возникшей в связи с неисполнением иностранными субъектами хозяйства необязательств, предусмотренных внешнеторговыми договорами. Надзор за исполнением законодательства о сфере экономики традиционно одно из важнейших направлений прокурорской деятельности. Ключевое направление – контроль за исполнением законов о земле, предпринимательской деятельности, бюджетного, налогового законодательства, противодействия коррупции. Особое внимание уделяется вопросам законности распоряжения государственным имуществом, соблюдения законодательства при взыскании просроченной дебиторской задолженности, в том числе внешней, возникшей в связи с неисполнением иностранными субъектами хозяйства необязательств, предусмотренных внешнеторговыми договорами. Результаты проводимых надзорно-аналитических мероприятий свидетельствуют о том, что предприятиями и организациями не во всех случаях надлежащим образом проводится преддоговорная работа, допускается поставка продукции в нарушении условий договора без предварительной оплаты, не проводится или проводится недонатышащим образом претензионная исковая работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности. В ряде случаев прокуратура инициирует привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые занимают пассивную позицию и не принимают мер к взысканию просроченной дебиторской задолженности в течение длительных периодов времени со дня ее образования. При этом прокурорские работники не самоустраняются от оказания субъектам хозяйствования региона содействия и помощи, например, при обращении за защитой материальных интересов предприятий, организаций города и района, судебные органы. За истекший период 2023 года прокуратуре в интересах предприятий и организации государственной формы собственности в экономические суды предъявлено 5 заявлений на сумму более 3,5 млн. рублей. При этом при обращении прокурора в суд с заявлением о взыскании просроченной дебиторской задолженности в интересах предприятия последнее освобождается от уплаты государственной пошлины, что позволяет избежать дополнительных материальных затрат. Руководители предприятия государственной формы собственности могут прийти в прокуратуру с ходатайством об обращении в экономический суд для защиты материальных интересов возглавляемых предприятий. Неделя молодежи и студенчества в Беларуси проходит под лозунгом «Молодь.бай. Цене мир. Создаем будущее». Программа будет богатой по содержанию на сайте «Молодь.бай». Каждый день будут рассказывать о том, как проходят мероприятия недели. Там же ежедневно будут организованы розыгрыши призов, победителем которых сможет стать тот, кто на протяжении дня внимательно следит за новостной лентой, а затем правильно отвечает на вопросы. В ходе недели молодежи и студенчества планируется провести телемост с Оренбургским молодежным центром. В конце недели белорусская делегация в составе 100 человек отправится на молодежный форум в Уфу. Яркий день, наполненный множеством разнообразных площадок, дал старт недели молодежи и студенчества «Молодь.бай. Цене мир. Создаем будущее» в Баргу. Концертная программа зарядила присутствующих позитивом, энергией и желанием использовать все возможности для саморазвития, движения вперед на благо родной страны. Отмечу, празднование будет заключаться в тематических мероприятиях каждого дня. Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи и студенчества. Этому празднику предшествуют тематические дни, посвященные жизни молодежи, их увлечениям, инициативам. Яркий день, наполненный множеством разнообразных площадок, дал старт недели молодежи и студенчества «Молодь.бай. Цене мира. Создаем будущее» в Барановичском госуниверситете. Атриумбрейк, организованный отделом культуры и творчества, зарядил присутствующих позитивом, энергией и желанием использовать все возможности для саморазвития, движения вперед на благо родной страны. Каждый из нас чувствует себя молод, не потому что по возрасту, а потому что вот здесь. И когда я здесь буду чувствовать себя молодой, я всегда буду молодой. Поэтому пользуйтесь моментом, пользуйтесь возможностями. В этом году у нас целая неделя, посвященная молодежи. Ловите эти моменты, ловите драйв, ловите энергию. Вот это для вас, время ваше, университет для вас, государство для вас. С праздником! В рамках мероприятия члены студенческого совета университета приняли участие в депутатской инициативе «Один день с депутатом парламента Павлом Попко». Также для юнош и девушек был организован тренинг личностного роста, эмоциональный интеллект и лидерство. Молодежные лидеры учились выражать и понимать свои эмоции и эмоции своей команды. Сегодня государство, школа, университет, родители дали все, что только можно, всевозможные условия, всевозможные ресурсы. Уважаемая молодежь, слово за вами, за активными действиями, за активной гражданской позицией, за инновационными предложениями, разработками. По классификации Всемирной организации здравоохранения, молодежью считаются люди до 44 лет. Поэтому, уважаемые горожане, поздравляю всех нас с Днем молодежи. И в эти праздничные выходные приглашаю на площадки, организованные нашим отделом культуры и всеми причастными, оргкомитетом. В течение недели каждый сможет найти занятия по душе. Ребята смогут проявить свои лучшие качества и таланты, внести идеи для развития Беларуси. В целом, в регионах страны будет организовано более полутора тысяч мероприятий под эгидой БРСМ. В Барановичах 24 июня на площадке возле Ледового дворца пройдет праздничная концертная программа, дискотека, огненное шоу и еще много сюрпризов. Начало 8 вечера. Сегодня проходило централизованное тестирование по математике. Для его прохождения зарегистрировалось 10 676 человек. Информацию о результатах ЦТ можно получить на сайте Республиканского института контроля знаний. Сертификат участник получит в пункте, в котором он проходил испытания при предъявлении документа удостоверяющего личность, с которым абитуриент проходил тестирование документа об образовании и пропуска с отметкой тестирования прошел. Пропуск при этом будет изъят. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.